Привет! Вы на доме из лучших технических каналов Беларуси, канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас 8 утра, а мы уже вовсю готовимся к нашей разборке. У нас на складе вовсю кипит работа. Мы отгружаем двигатели, КПП и еще 80 000 наименований запчастей. И помните, все это ждет вас на Домбровской 15. Нашей жертвой стал сегодня двигатель Ford 1.8 TDCi. Двигатель 1.8 TDCi является долгожителем. Это детище 80-х годов. Он стоялся на Ford Sierra Escort и так далее. И, разумеется, его первый вариант был с предкамерной ГБЦ и механическим простым впрыском. В 1998 году его обновили, прикрутили турбину, переделали впрыск напрямую с электронным насосом WP44 и перечислили его к семейству Enduro DI. В 2001 году появилась версия этого двигателя с топливной системой Common Rail от компании Delphi. И вот именно эта версия называется TDCi. Представляете, вот это восьмиклапанное чудо выпускалось аж до 2014 года. И ставилось практически на все автомобили, которые выпускались компанией Ford с 2000-х годов. И мы сняли этот мотор с Ford Focus 2003 года с пробегом 230 тысяч километров. Обратите внимание, как с 80-х годов этот двигатель обрастал оборудованием. Наш генератор приводится в движение через вал, то есть ему не нашлось места на фасаде двигателя. Зато турбина здесь изменяемой геометрией, и мы скоро узнаем, в каком она состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша турбина, она с изменяемой геометрией, вакуумным актуатором. И что примечательно, она идет как одно целое с выпускным коллектором. Кстати, в выпускном коллекторе у нас чистота и порядок. Про здоровье турбины говорить нечего. Она у нас в отличном состоянии, потому что у нее нет никаких люфтов, и она сухая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впускной коллектор с нашего мотора. Что примечательно, он отлит как одно целое с корпусом клапана EGR. Клапан EGR чистый, без сажи и каких-либо загрязнений. Что очень интересно, каналы впускного коллектора чистые. Это абсолютно не свойственно для дизелей с таким пробегом. Привод ГРМ здесь комбинированный. Цепь, которую мы сейчас не видим, приводит в движение наш ТНВД. А путем ремня и вот этой шестерни приводится в движение единственный распредвал. А теперь обратите внимание на маленький нюанс. Вот эта рампа топливной системы Common Rail компании Delphi. Если мы помним, что обычная рампа выглядит как труба, то вот эта рампа, она маленькая и выглядит как звездочка. А теперь пройдемся по топливным насосам. Так как в АвтоСтронг-Ме есть все, мы отобрали несколько насосов Delphi первого поколения. Что примечательно, они с абсолютно разных автомобилей Citroën, SunYong, Renault Kangoo и наш. Топливная система Delphi очень чувствительна к качеству топлива. И производитель рекомендует применять только оригинальные фильтры, которые фильтровывают мусор крупнее 5 микрон. Также можно использовать дополнительный фильтр тонкой очистки либо менять основные фильтры каждые 8000 километров. ТНВД Delphi не могут пережить сухое трение, которое образовывается при завоздушивании системы. Выполненные с высокой точностью пары трения, расположенные в подкачивающем лопастном насосе, а также плунжеры в самом ТНВД изнашиваются и начинают гнать стружку. Мелкую металлическую пудру. Эта пудра засоряет форсунки, сам ТНВД и оседает в баке. Таким образом запускается режим самоуничтожения и придется чинить форсунки, ремонтировать насос и чистить топливную систему. Еще топливная система Delphi не терпит никаких присадок в топливе. Они очень страдали от европейского биодизеля. Как вы понимаете, что последние километры эти моторы доезжают далеко за пределами Евросоюза. А вот если вы будете использовать качественную солярку, не экономить на фильтрах, то все будет хорошо, потому что система при качественном обслуживании не капризная. Шкив коленвала на этом моторе не вечный, он демпферный и при разрушении демпфера будут посторонние звуки и даже мотор может плохо запускаться. Вот это та самая цепь, которая приводит движение ТНВД, то есть она соединена с коленвалом. Цепь здесь в лучших канонах 90-х. Она двухрядная. Мы начали снимать цепь, и она оказалась не двухрядной, а тут просто две цепи. Весело и чисто. И в головке блока у нас все тоже чисто и весело. Напоминаю, один раз предвал и тепловые зазоры регулируются шайбами. Все у нас здесь без износа. А теперь по состоянию цилиндров. Хон у нас на пятерочку. Задиры отсутствуют, но у нас присутствуют потертости в верхней части цилиндров по всей окружности. И потертости одинаковые на всех четырех цилиндрах. И вот тут X-Files уже начинает. Вот именно так и должен лежать заводской гермет. Почему мы уделяем этому внимание? Потому что в последних двух видео мы разбирали моторы и видели кустарное нанесение герметов и ремонт мотора от криворучек. Играет музыка. Красивые массивные олдскульные поршни от нашего Ford. Если говорить по состоянию, то юбки в отличном состоянии. Компрессионные кольца и маслосъемное кольцо просто вот как новое. Но по вкладышам есть вопрос. Износ верхнего вкладыша присутствует в четырех поршнях. Обратите внимание, что коленвал тяжелый, но посмотрите как он легко вращается. Что значит хорошие вкладыши? К шатунным вкладышам вопросов не имеем. Даже несмотря на то, что верхние шатунные вкладыши у нас изношены, шатунные шейки визуально без износа. Разборка закончена и мы разобрали один из самых надежных моторов. Не зря этот мотор просуществовал на конвейере столько лет. Практически все детали в нем оказались без износа, но напомню на минуточку пробег 230 тысяч километров. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети. Ставьте большой палец вверх, делитесь этим видео, смотрите наш мегапроект с BMW Ebit и Crashing. Покупайте у нас только хорошие запчасти, дешево и с доставкой. И с вами была компания «АвтоСтронг». Спасибо.